Поиск группы союзников по ролям? Что? Неужели Мунтоны нас услышали? Не спеши радоваться, подробнее расскажу чуть позже. Всем привет, это Бостон! Икси наконец-то добавили анимацию и стартанул новый сезон на тестовом сервере. Наверное, уже многие знают, что бесплатным обликом станет скин на Алису. Мой поцелуй подарит тебе вечную жизнь? Или немедленную смерть? Кроме этого, появился новый ранг, мифический, бессмертный. Плюс в этом видео я расскажу про предстоящие события в Mobile Legends, но сначала поговорим про бафы и нерфы. Одетти возвращают урон и перезаряд культы, как было до нерфа в предыдущем патче. Как я и думал, этот нерф оказался уже перебором. Бенедетти увеличивают урон с усиленной базовой атаке. Было 210%, стало 225%. На первом навыке также немного повысили бонус физической атаки. С 70% до 80%. Эймона продолжают нерфить. И на этот раз ему увеличивают перезаряд культы. Была от 46 до 38 секунд, стало от 55 до 45. Я напомню, что в недавнем патче ему уменьшили радиус ульты. Также ему пофиксили баг, когда ульта могла наносить больше урона, когда враг ее избегал. И первый навык Эймона больше не будет автоматически совершать автоатаку после применения. Теперь можно будет выбрать самому, атаковать врага или отступить в тень. Нерф Франко. Точнее нерф его ульты. Перезарядка была от 55 до 45 секунд, стала от 62 до 48. Не критично, но все же неприятно. Мунтоне пишет, что этот нерф связан с новой пассивкой, скоростью передвижения Франко, а также комбинацией флик плюс ульта. Какая тут связь и что за новый пассивный бонус к скорости передвижения, я вообще не в курсе. Ланселот уменьшает базовый урон с первого навыка, ослабляя его прежде всего в танковой сборке, а также в начальной игре в принципе. Урон был 225-400 плюс 100% в дополнительной физической атаке, стал 165-330 плюс 130% в дополнительной физической атаке героя. Надеюсь, все вернут обратно до выхода этого патча на основу, потому что Ланселот не виноват, что его начали собирать в танка. Ивейлу изменили перезарядку первого и второго навыков. На первом навыке перезарядка была от 9 до 3 секунд, стала от 6 до 4. На втором скилле кулдаун был 8,5 секунды, стал 10 секунд. То есть в лейте увеличилась перезарядка и у первого, и у второго скилла, а в начальной игре уменьшилось только у первого. Как по мне, максимально неприятные изменения баланса в патче, которые затрагивают не таких уж имбалансных героев на данный момент. С другой стороны, Франко и Ланселот сейчас действительно часто появляются на проссцене. По предметам, Злобным Рыку все-таки немного увеличили базовое физическое проникновение с 15 до 20%, и чуть-чуть снизили рост физического проникновения с уровнем. Общее максимальное физическое проникновение осталось все тем же, 60%, и я не понимаю, почему меняет только Злобный Рык. И при этом не трогают такой же предмет, но для магов — Божественный Меч. Возможно, таким образом мунтоны хотят ослабить героев с физической атакой и усилить магов. Или, что более вероятно, сначала они хотят протестить изменения только на Злобном Рыке, а после втятся за Божественный Меч. В эмблемах мага немного уменьшили магическую силу и увеличили магическое проникновение. К Хилосу добавили звуковой эффект на первом навыке, а Ангела теперь будет автоматом целиться в союзников первым навыком, если рядом с ней не окажутся вражеских героев. Кроме этого, фиксит баги для Лисунсина, Беатрис, Грок, Адетты и Гвеневры. Лисунсин иногда мог использовать Черепаша-корабль после смерти. У Беатрис неправильно считались пули на Нибиру после блокировки их лолитой. Ульта Грока могла подбрасывать врагов на неправильное время после использования Ветроприроды, и Адетты и Гвеневры не могли использовать вспышку для изменения положения первого скилла Гвеневры и второго скилла Адетты. Я потестил, они все так же не могут изменить это положение, и вообще не знаю, про что этот багфикс. А еще в чате появилась возможность поиска группы по ролям. Справа от чата будут появляться предложения набора в группу, или можно создать свое предложение набора, предварительно выбрав с голосовым чатом или без, и за какие роли можешь играть ты. Это, конечно, не полноценный подбор по ролям в рандомных рейтинговых играх, но, тем не менее, найти группу станет немного проще, чем раньше. Если доработать этот подбор и добавить в него требования, например, по рангу, по проценту побед, по средней послематчевой статистике на героя, или банально по оценке других игроков твоего аккаунта, то эта функция будет работать намного лучше. Ну а пока, конечно, можно будет попытаться найти таким образом группу, но навряд ли из этого получится что-то достойное. Тем не менее, мне очень нравится, что Мунтоне начали думать в сторону подбора союзников. Переходим к инфоблоку. Следующий знак зодиака — рак, и, соответственно, Мунтоне перерабатывает зодиакальный скин на Заска, который скоро появится в зодиакальном призыве. Икси также достаточно скоро появится на основном сервере, и именно поэтому ей доделали анимацию, и в новом сезоне сделали целый комикс, который будет касаться Икси и города Эрудитё. Там мы встретимся с Лейлой, еще не вышедшим Ноланом, профессором Руни и многими другими героями. Mobile Legends начинает обрастать историями, и, по-моему, это классно. Также в новом сезоне появится новый ранг «Мифический Бессмертный», который будет доступен только для киберкатлетных котлет. За него мы получим новую рамку загрузки матча — красноватый золотого оттенка. За достижение рангов «Мифической Чести» и «Мифической Славы», так же, как и в прошлом сезоне, мы получим фон профили и анимированные фон профили, только не с Минтитаром, а с Иксией. В остальном по наградам за ранг ничего не изменилось. Теперь давай поговорим про предстоящие события. На тестовом сервере возвращается событие «Санрио». Оно будет доступно на основном сервере в начале следующего месяца, то есть в июле. Событие один в один, как было в прошлый раз, но вкратце напомню. Первый прокрут X10 можно совершить со скидкой в 50% за 1125 алмазов. Также на прокрут по одному разу будет действовать ежедневная скидка в 50%. За первые 10 розыгрышей мы гарантированно получаем скин на флорин из этого коллаба. Если скин на флорин уже есть, то он заменится на случайный эпик или выше из призового фонда. За каждые 10 прокрутов мы получим звездочку и собрав 3 звездочки в ряд, нам выпадет один из обликов «Санрио» на Клауда, Ангелу или Чене. Билеты к этому событию тоже ожидаются, возможно, даже в 2 фазы, по 14 билетов каждый. Так что один облик из коллаба можно будет получить с очень хорошей скидкой. Плохо лишь то, что он будет рандомным, но за бинго в приоритете выпадают облики коллабораций, которых еще нет в наличии. Ивент «Звездные войны» тоже возвращается. В нем можно будет купить за токены один из четырех обликов этого коллаба, либо все четыре из четырех за валюту события, плюс легендарный скин на Лесли, если ничего не поменяет. В этом событии тоже ожидаются билеты, но только в одну волну. Ивент «Звездные войны» будет доступен не во всех регионах, и в тех странах, где его не будет, вместо него будет другой похожий ивент. Но при этом никто не мешает воспользоваться VPN и выбить нужный облик «Звездных войн», даже если этот ивент не проходит в твоей стране. Старт ивента планируется в конце июля. Следующее событие «Экзорцисты». В нем можно будет получить два прошлых скина на «Экзорцистов» — Кагуру и Чонга, и два новых — на Грэнджера и Хайбусу. Так же, как на прошлом ивенте «Экзорцистов», в этом будет две фазы с тикетами, и можно будет получить до 59 тикетов для прокрутов. Старт ивента, скорее всего, в августе. Еще один ивент по коллабу Mobile Legends и студии «Гибли», в котором можно будет получить скины на Кагуру, Ксавьера и Эдит. Старт ивента, скорее всего, ближе к сентябрю. Так же где-то в сентябре стартует событие с новой линейкой скинов «Неубист». Первые скины этой линейки на Фредрина и Лилию. Скорее всего, эти скины будут достаточно дорогими, по аналогии с «Экзорцистами» или даже линейкой «Хиро». Теперь небольшая инфа по предстоящим обликам. Лимитированный эпический скин на Джонсона собираются реворкать, добавив ему немного деталей. Так же планируется реворк скина на Клауда Меха Дракон. Я думаю, как обычно, этим двум обликам добавят новую анимацию, улучшат детали и внутриигровые эффекты. Так же напомню, что в июле планируется «Звездник» на Менситара, а в августе на Ине. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!